Всем большой привет! Меня зовут Наташа Гром и добро пожаловать на мой канал. Первое видео в 2018 году, которое вот такое вот о чехлах, о новогодних чехлах. Я надеюсь, что вы все отметили Новый год очень хорошо, и у вас всё прекрасно, и Новый год такой запоминающийся и крутой. Давайте просто приступим. Не будем затягивать время, я вам покажу свои чехлы, которые я покупала специально перед Новым годом, чтобы ими можно было пользоваться и как-то создавать себе новогоднее настроение. Я не стала их показывать перед Новым годом, подумала, что будут после. Хотя, в принципе, кому какая разница вообще? Итак, первый чехол, который я купила для своего телефона, он вот такой вот, это снеговик. Он очень прикольный, тут уже какая-то пыль на нём, и он самый простой. И фишка в том, что всё дело в этой простоте, и он очень милый, и он очень прикольный. Я прогоняла с ним практически месяц, и мне он очень-очень нравится, потому что он плотный, и он очень, как это вам сказать, он сделан из такого материала, вроде бы похожего на 3D-полимерную глину, но в то же время сам снеговик выполняет в своего роли такую мягкую функцию достаточно. Ну, не прям мягкую, знаете, как есть некоторые чехоты, нажимаешь, и они продавливаются. Нет, здесь всё не так. Он просто твёрдый, и он вот такой вот прикольный, из зелёного цвета. Второй чехол, который мне пришёл, он очень распространённый во многих видосах у многих блогеров, на фотографиях в Инстаграме. Это такая шапочка, приклеенная на такую поверхность, похожая на диван. Знаете, есть такие диваны, которые вот так вот делаются в другую сторону, и у них уже другой цвет. Он очень мягкий, прикольный, но, к сожалению, он не особо удобный, потому что шапка, она такая, знаете, вот, если так кладёшь телефон, то сами понимаете. Но в эту шапку можно засовывать пальцем. И, например, когда фотографируешь или что-нибудь ещё делаешь, очень удобно, например, или снимаешь, то есть просовываешь палец, может даже средний просовывать, вот так вот засовываешь, и ходишь. Но к новогодним чехлам сложно отнести такой чехол. Он больше, конечно, как зимний, но так как Новый год начинается с зимы, 1 декабря, именно, особенно у кого настроение предпраздничное, то я его решила заказать, и он мне очень понравился. Он очень уютный, очень милый, очень прикольный. Там такие были серых цветов, но мне не понравился розовый, поэтому я заказала именно с розовым цветом. Следующий чехол, который у меня пришёл, он вообще очень-очень оригинальный, очень прикольный, и самое, что я не знаю, есть среди всех моих чехлов, он новогодний. Короче, смотри, раз. И посыпались эти штучки вниз. Короче говоря, он такими плавающими финтифлюшками, но тут это как, воспринимается как снег, соответственно, так как новогодняя картинка очень такая, прям самая новогодняя что-либо есть. И я единственное, что боюсь его носить, что я эту штуку ударю или сломаю, и это вещество вытащит и прямо в телефон. Это вот единственный минус просто, который, мне кажется, есть в этом чехле. Но он самый-самый, что у меня есть новогодний, смотрите, самый. И там были, конечно же, другие более прикольные чехлы, только я не успела их заказать, потому что они вот все приходят поздно, и очень как-то неудобно, так скажем. Но что есть, то есть. У меня была идея в стиле заказать... Заказать себе еще других чехлов, но... Как-то, не знаю, пока... Все равно это когда-то нужно успевать носить, понимаете, в чем дело. А так здорово, смотрите, это приливается. В общем, можно вот так вот сделать. Ух ты. Ну, я могу играться так долго, в общем, что мне смысл об этом рассказывать. Следующий чехол, он не особо такой прям новогодний, но был куплен, так как я думала, что вот эти три чехла мне пришли, а остальные не приходят. Он вот такой вот. Я уже вам его показывала, вы его уже видели в видео. Это... Я считаю, что это дом. Дом с трубой, и... Но он не новогодний, но я все равно решила вставить в этот видос, потому что он был, во-первых, куплен в декабре, а во-вторых, там, где Новый год, там и дом. Ну, ради исключения сделаем такой момент. Тут написано «Бай», и мои друзья говорят, что это гроб. Гроб с трубой. Но это не гроб с трубой. Но он, на самом деле, и он очень удобный. Дело в том, что когда телефон засовывается вот сюда вот, я просто буду показывать, как это происходит, то он не выпадает, когда вот так вот делаешь, то все в порядке. То есть в этом плане задумка очень интересная. Покупала я его в магазине «Гроб», вот, и он стоил что-то в районе... А, он стоил 199 рублей, представляете? То есть больше такого варианта чехлов я ни у кого не видела, поэтому мне он очень нравится. Следующий чехол, который мне пришел, успел прийти. Самый, что у меня есть новогодний, потому что... Та-дам! Потому что вот такие варежки на самом новогоднем, самом прикольном фоне, зеленом, и выполнен именно под Новый год. Мне этот чехол очень тоже нравится. Ну, что и говорить, мне нравится вообще каждый чехол, который приходит, но он такой, самый оригинальный. С ним можно вот так играть, они вот так вот ездят, короче. И он тоже, вроде бы, ничего особенного, да, тут нет, но он выполнен очень оригинально, потому что здесь вот такие вот эти штучки, и они так прикольно сделаны, причем он очень качественно сделан. Долгое ожидание у этого чехла было, потому что я его ждала, здесь, наверное, месяц. Вот, да, но мне он очень понравился. Такие прикольные чехлы же стали делать, что хочется купить их просто все, серьезно, блин. У меня какая-то маня на их болезнь на чехлу для айфона. И у меня остался последний чехол, который я не в данный момент ношу, но он самый, что и на есть зимний, самый зимний чехол. Все мои друзья говорят то, что это котик. Ну, в принципе, это и так похоже на котик. Сразу скажу, что это искусственная шерсть, это не кошачья шерсть. Чехол сам мягкий, у него тоже такая мягкая основа. Поэтому издалека это кажется, что это чей-то мурзик. Я его купила только из-за того, что он такой оригинальный, потому что я ни у кого не видела чехлов, похожих на котиков. И он тоже такой, знаете, он всегда теплый, потому что он выполнен из некого такого меха. Вот. И он тоже очень приятный на ощупь, как и этот чехол, как и этот чехол. Вот. Ну, вот так вот. Поэтому, друзья мои, поэтому, пишите в комментариях, какой чехол вам больше всего понравился и какой вы бы хотели себе купить. Вот. Сделаем вот такой с вами интерактивчик небольшой. И так как у нас очень с вами давно не было никаких конкурсов, я решила сделать небольшой конкурс. Ну, это такой, знаете, на пятерых человек. Я хочу отправить вам открытки. Дело в том, что одной девочке в прошлом году еще, я на которую выиграла приз у меня, Почта России вернула приз мне обратно, потому что он не дошел. Я не знаю, по какой причине, я очень долго выясняла. И я решила сделать еще один конкурс. Грубо говоря, это видео, вы репостите себе на стену или куда-нибудь еще. Пишите мне в личку в ВК. Я вам присваиваю номер и с помощью специальной программы мы выберем пять победителей, которые получат пять рождественских открытых. Страна не важна, город не важен. В общем, не важно. Мы их все отправим. Я надеюсь, что они дойдут. Это я прям очень надеюсь на это. Вот. И в этом, собственно говоря, заключается весь конкурс. Собственно, ничего особенного нет. Просто репост себе насти. Именно это видео. Можете репостнуть с моей страницы ВК, это не страшно. Главное мне отпишите, что я вам скинула ваш номер, который бы участвовал в этой программе. Все просто. Делайте репост, а скидывайте мне. То есть, чтобы я видел, что репост есть, я даю вам номер. Этот номер участвует в розыгрыше с помощью специальной программы. И потом, конечно, я все эти результаты показываю и рассказываю на канале. И показываю открытки, которые я собираюсь купить. И, наверное, может быть, даже я вам сниму то, как я отправляю по земле. Может быть. Тут я ничего обещать не буду. Смотря как там на почте все это сложится. Можно будет. Нельзя снимать. И все такое. Вот. Вот такие вот дела. Такие планы. Пока о дальнейших планах. На 2018-й я вам рассказываю. Интересно, елка видна, что она горит или нет? В общем, ладно. Не буду я вам рассказывать обо всех делах на 2018-й год, потому что, ну, рассказывать как-то заранее нехорошо. Это были все видео о моих чехлах. И вы видите, как их много. И, конечно, под конец зимы 2018-й я покажу вам видео про чехлы. Зимние прям. Ну, что-то позитивно зимние, которые у меня были в моей коллекции чехлов. Спасибо большое за просмотр. И добро пожаловать в 2018-й. Мы открываем ряд видосов. Теперь все будет чики-фуки. Я вас всех очень люблю. Крепко обнимаю. И до следующего видоса. Я вас всех люблю. Пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин